всем привет у нас наступила в австралии осень и ничего не поменялось с лета постоянные дожди не прекращаются вот на секундочку вы вышло солнышко и я думаю быстренько засниму потому что я собрала орхидеи как раз у нас наше небольшое заседание с нашего клуба членами и только природной орхидеи мы собираемся тоже раз в месяц у кого-то дома и вот я собрала поедет со мной моя белина фаленопсис белина это открывается второй цветочек на втором цветоносе как-то первый цветочек быстро завял а это так еще и держится не знаю с чем это было связано поедет также белоба а ирангиз белоба вот такое вот еще тоже полностью он не отравни не раскрылся еще два бутончика ну уже его можно показать очень красивые такие со шпорками цветы африканская природная орхидея я ее покупала наверно не знали в том в наверно в позапрошлом году вот так вот она еще не цвела и вот первый раз она у меня я считаю что довольно таки приличный цветонос для первого цветения такие розовенькие прямо розоватые цветки цветы цветки ломаные русские в общем красивая такая вот такая нежная конечно очень переход довольно таки крупные цветы и искрятся на солнышке но солнышко мало так вот он растет на не в горшочке между чтобы такая вот посадка у него и все ему нравится поливается под дождем когда дождей и выглядит даже очень очень даже так неплохо ну надеюсь я видел конечно с двумя с тремя цветоносами было бы здорово но пока что вот так тут еще один красавец такая вот шпорище целая да не шпорка ну вот по сравнению с рукой наверно сантиметров на мне кажется что больше десяти даже это шпора и цветок так неожиданно я его покупала в том году это ангроекум дидириай мадагаскар 600 1500 метров это я подписала для себя тоже потому что мы рассказываем о своих орхидеях которые мы приносим и я покупала в том году эту орхидею мне кажется что на нем было на ней было два цветка ну и мне кажется что это было в конце года и то что она сейчас распустилась для меня это большая неожиданность но конечно же и радость появился такая вот как появилась пимпочка я думаю неужели опять а новый рост ну нет как-то начал быстро быстро развиваться и так вот открылся цветочек красивый белоснежный я вообще очень люблю белые орхидеи красивая такая звездочка с очень приятным нежным ароматом ну и тут такие корешули конечно да настолько красивый настолько им нравится тоже она находится под дождем постоянно и находится под меня 50 процентов защитная сетка там но в общем все ему нравится там вот еще есть маленькая деточка там и вот с этой стороны еще один ростик ну здорово 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 ну а что еще поедет со мной это оберония компланата это наша местная австралийская орхидея я когда-то ее купила я кстати вот приготовила свое увеличительное стекло которым я давно не пользовалась ну вот я его возьму потому что конечно можно увидеть цветочки поближе так как у нас в основном тоже пожилые члены клуба можно рассмотреть их поближе ну а так вот я на телефоне конечно могу немножечко увеличить они конечно крохотные крохотные ну вот я не знаю поставить вам по сравнению с мизинцем да видите маленькие вообще маленькие и вот постепенно здесь вот открылись первые цветочки были и они засыхают и открываются постепенно полностью давно у меня кстати это орхидея в коллекции так вот она у меня посажена в такой вот такой вот глиняный горшочек и стоит всегда здесь подончик с водичкой и вот так вот обросла она полностью мху так вот по кругу по кругу ну выдала всего один цветоносик ну здорово что-то необычное вы уже все знаете что я люблю необычные посадки необычные когда они выглядят так вот чтобы слишком скучно не было здесь это опять открылся очередной цветочек но я уже его не возьму с собой аэрантис гранди флора я его брала на наше предыдущие собрание ну и наверное вот это вот все что я возьму всего 44 ну не знаю еще может быть может быть трихоглотис атро пурпура и он кстати очень долго тоже цветет вот показывает цветочек совсем совсем свеженький ну не знаю думаю что мне хватит наверное вот 4 орхидеи со мной поедут ну а так что еще цветет ну вот слышите опять дождь вот такой вот у нас погода не прошло и пяти минут опять дождь ну эта красотка котлея каудобек кенди интересные такие крупные цветы я не большой любитель вообще орхидеи в крапочку у меня их немного ну есть парочку такие очень плотные цветы и как вы видите с этой стороны крапушки ну когда-то она мне очень очень понравилось я ее купила мы ездили тоже на наше в автобус на наше путешествие и вот так вот она у меня ну вот так вот она и растет понемножечку капризуля была после пересадки ну вроде бы ничего принялась его даже распустилась на три цветочка аромат кстати мне очень очень такой вот прям терпковато сложный и ну сильный я бы сказала наверное если бы было бы в помещении то ее было бы слышно это сто процентов ну красотка губа совсем другого оттенка это такая более винная цвета это более сиреневая мои мельтонии спектабелис тоже также цветут долго очень держатся цветы красивые красивые большие цветы слушать классно ну а это вот малышка такая вот распустилась красивая такая круглая губка эти два какушки другого тоже оттенка война от ела у я ее покупала в прошлом году когда мы ездили в наше автобусное путешествие она была цветущей и вот так вот она быстренько нарастила такую псевдобульбу и расцвела снимаю через пару дней ждала чтобы еще кое-что распустилась но вот вчера поставила лелью лаэлью даяну и кто-то ее уже за ночь очень так аппетитно покушал ну красивый все равно цветочек маленький и так вот смотрю он в две стороны начал расти но здесь я не вижу бутончика красивая еще что распустилась вот такая вот котлейка если правильно это котлеанте эл патио это моя старенькая одна из стареньких орхидей которая со мной живет очень очень долго и я на ней как-то даже экспериментировала у меня есть где-то даже видео деление котлеи может быть даже не деление как бы увеличение новых приростов и вот я ее когда-то резала резала резому но я ее так и не пересаживала и вот вы видите вот такой вот небольшой лес нарос но очень медленно и вот цветет она с одной стороны ну вот так вот конечно здесь присутствует чокола дробь так вот она уже вылезла с горшка прям не так вот ей нравится корешками аут господи из горшка ну в общем вот так вот расцвела ну вот как вы слышите опять дождь пошел да это мой поле булбон денема поле булбон с одной стороны только расцвел но потому что вот это вот это другое растение наверное даже видно по листве это более светлая это более темная это я в том году что-то выиграла и мне дали такой вот в нашем клубе маленький приз такое растение ну я решила их посадить вместе но зацвели они не вместе мы посмотрим цветочки мне кажется такие же самые у него были может быть чуть чуть темнее ну посмотрим что здесь еще здесь еще расцвела опять расцвела но она как бы каждый год цветет очень такая вот правильный да наверно цветок очень нравится она судим это орхидея всегда название наверное и уже все знают бурдёкин ханей очень такую нее крепкий аромат и долго цветущая в общем вот такое вот небольшое цветение то второе там вот малышка опять наращивает цветочки ну а что я наверно закончу как-то получается что все повторяется ну в общем это быстренько пробегусь тогда смотрите второй цветоносик открылся у моей малышки ванны быстро она его нарастила показывала его в предыдущем видео цветение и вот первый еще не успела цвести понемножечку цветочки конечно уже увидают меняют цвет но распускается уже второй красиво конечно когда два цветоносика также моя красавица маленькая ванночка green light что-то цветает что-то распускается обидно конечно чтобы такой цветочки уже какие-то засыхают что-то еще не открылось было бы красиво когда такой пышный пышный букетик но все равно смотрится очень очень здорово и на заднем плане видите там такие зеленые гирлянды и и вот мы пробираемся вот как вы видите вот такая вот красота у меня в этом году 4 цветоноса шикарные кому-то не нравятся зеленые цветы ну на вкус и цвет товарищи нет как говорится у нас у всех свое и вот как вы видите она находится под дождем и кто-то тут даже уже полакомился одним цветочком наверное опылил или что ну в общем вот такой вот дебют катасетумов в этом году это катасетум black jade всегда не понимала я почему он называется black jade ну вот так вот и опять же видите вот не знаю дождутся эти цветочки этих бутончиков ну посмотрим очень красивые красивые крупные цветы сама нежность и вот так вот они такие вот псевдобульбочки нарастил в этом году кто-то меня спросил что как они у меня растут вот так вот они у меня растут под дождем и еще раз повторюсь я когда-то рассказывала меня научили чтобы не заводилась никакая гадость их нужно поливать головой тогда никто никогда не заведется катасетумы очень любят много солнца в период роста и любят чтобы их обливали с головой тогда никакая ничто на них не заведется если будет сухо тогда может что-нибудь конечно и завестись ну вот так вот вот такие вот катасетумы у меня наросли посмотрим что зацветет ну на этом наверно буду прощаться всем красоты любви и мира ну 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 ну